Вальдеконья, пожалуй, один из самых известных районов ледолазания в Европе, находится в Италии, глобально в долине Аоста. И вот там впереди, в кулуаре, классика Вальдеконья Гули-Лилас, к которой мы хотим сегодня со славой пролезть. Мой напарник на эту неделю, напарник, ученик, у нас проходит школа ледолазания. Классика в амерении сложностей, Вай-3 категория льда, но суммарная протяженность 200 метров. Так что нас ждет настоящее восхождение. Итак, подошли мы за примерно 50 минут. Ну, можно сказать, что подход длится 45 минут-час. Однако нам повезло, была уже пробита тропа, и если вы будете идти первыми здесь и топить самостоятельно, то подход может остановиться на все полтора часа. Вот над нами буквально начало первого питча. Немножко еще про подход. Ну, в принципе, все очевидно. Сам каскад виден хорошо с парковки из селения или из городишки Лилас. Вначале нужно пройти по пробитой пешеходной тропе до трассы беговых лыж и оттуда уже в кулуар, который также хорошо просматривается снизу, начать подъем. Да, сначала троп идет по лесу. Достаточно круто все. Серпантинчики, зигзаги вверх и вверх. Потом вы попадаете в открытое место и уже отсюда прямо вверх под каскад. Это вот начало нашего маршрута, которое над нашими головами. Начинаем? Отлично. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Сама страховка! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Далее Далее Субтитры сделал DimaTorzok Далее Далее Попадаю Дальше Далее Далее что на спуске очень скользко и круто. Может быть, кому-то захочется одеть кошки для большего комфорта. Короткая раскладка по печам. Совсем коротко для общего обзора. Первая веревка. Начало. 15 метров льда. ВАИ-3. Потом вы попадаете в крутой узкий снежный желоб. По нему чуть вверх. И слева на скале будет первая станция шлямбурная. Далее 110 метров это такой открытый, широкий, практически снежный кулуар. Есть проносочная станция, то есть пичи 3 и 2. Это по снегу. Далее снова начинается лед. Движение очень логичное, потому что из этого кулуара, в котором вы находитесь, вы никогда не денетесь. Будут также куски снега, куски льда. Попадаете к очередной станции. Ну и, в общем-то, дальше все повторяется. Особо здесь расписывать нечего до предпоследней и последней веревки. Потому что шестой пич имеет миксовый кусок. И вначале, когда стоишь на станции, не очевидно, куда лезть. То есть со станции пятого пича, с верхней станции пятого пича, вы продолжаете движение вверх в кулуар. И перед вами будет разветвление направо-налево. Ну, конечно же, можно ориентироваться на существующие какие-то следы, разбитые метки от ударов инструментами и так далее. Но если этого у вас нет, то помните о том, что вам нужно двигаться, несмотря на то, что на лед уходит вверх-влево, вам нужно двигаться вверх-вправо. Будет небольшой ледовый кусочек в таком внутреннем глухом углу. И далее лед заканчивается, и будет очень узкий внутренний угол, ну, практически камин миксового влазания. То есть такой М4 кусочек, где-то метр в шесть-семь, примерно так. Влазите выше него, снова снег, снова хорошая станция. Это предпоследняя веревка была. И последняя веревка практически в таком же ключе, только попроще. Там уже не будет льда, ну, или крайне маловероятно, что там будет лед. Снег, скалы, уже появляется растительность. То есть такое лазание на уровне М2, наверное, и снег. И лишь последний-последний выход, тут буквально уже выход со снега, последней станции, это такой кусочек М3. Наверное, нужно будет пролезть по скалам, такой, торчащие блоки. Ну, в общем, собственно, и все. Я желаю вам безопасных восхождений, погоды в горах. Пока.